всем привет и привет с вами шмыган галлюша мы не поиграем в игру под названием и за революсион это четвертая часть по данным мы с вами продолжаем 8 дней мы продержались мы открыли уже карту по захвату собственно говоря территории и у нас новое дело дело которое называется составил морис госпар значит прошло уже какое-то время с упразднение ненавистных всеми генеральных откупов существовавших при прошлом короле синдикат вносил вклад в казну а потом зачастую с излишне жестко собирал подать из народа а что это такое а а какая разница ну ладно так значит с излишне жестоко собрал подать народ обычно с личными процентами ныне национальный конвент решил перепредать правосудию всех бывших генеральных откупчиков собиравших налоги земледельцев все разбирать дело одного из них антуана лауазье первейшим доказательством его и вины является тот простой факт что он стал финансистом исключительно благодаря непотизм помимо сбора под подати с голодающих крестьян он занимался многими видами деятельности не всегда законными нашли свидетели подтвердившие что он регулярно сбывал промокший табак причем по грабительским ценам финансовых отчетах лауазье не нашлось подтверждение этого мошенничества но на улицах об этом широко известно деньги с налогов шли на финансирование его личной лаборатории в которой он проводил разнообразные естественно-научные эксперименты во время расследования многие опрошенные парижские химики назвали лауазье светилом науки сам этот факт еще не говорит об измене тем не менее подсудимый активно обменивался корреспонденции зарубежными учеными мы выяснили что он поддерживал их деньгами изъятыми у французских крестьян и вполне возможно делился результатами своих исследований почему он не оставил их не оставлял их народу франция да негодяй козлина и не упырь а что у нас вообще у нас влияние плюс 3 у нас там репутация по-моему в нуле вообще да насколько я помню ну очки влияния у нас нету потому что мы все по-моему потратили на все остальное значит осознал какими исследования занимался что продавал подсудимым ну давай погнали меня зовут антуан луазье чем вы занимаетесь пожизними силу возле помогал себе распродать и генеральную лодку также я ученый скромно заметить что мне предложить не одно важно научное открытие прекратите хвастаться перед судом так так а почему закрыт я хочу вопросы задать ему а дали забыл а вопрос значится генеральный откуп вот вот твою мать твою мать серьезно это были смягчающие обстоятельства я открыл всего извиняюсь я открыл один вопрос вот как пострелить генеральный а вот что вокруг этого сходят я наследую должность своего тестя причем вы на нее согласились служить королю франции самому государству меня это было большую честь если откроем большим удовольствием а разве же женились не ради того чтобы занять должность своего тестя какое нелепое предположение факт с фактом благодаря жениться вы стали зарабатывать гораздо больше среднего человека джей нить на богатых женщин не преступление скажите сколько лет было ваш супруге когда вы уже поженились 13 но я не понимаю какое отношение это имеет к данному делу все больше вопрос у меня нет прикольно да что продавал а промок штабак он продавал кстати да какими следом на опыта сплю синизован сначала а я хер его знает нет ну давай вот так а я нет я не бы хочу можно я за из-за за это уйди можно выйти да я загружу пожалуйста меню мы когда продолжить да но потому что это как бы ненормально когда ты задаешь один вопрос чуваку да 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 так значится 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 вот это у нас мнение это у нас мишки и еще обстоятельства с какого-то хера я не знаю почему нет за отчет странные контрреволюция три вопроса что за отчет то я забыл мошенничество а вот так да ой хорошо ой хорошо все вопросы открыл ё-моё вот это я красавчик поздорова гирога начнут в какой вы еще занимать день по месту если вы в комиссию порохового арсиана перед началом революции мне было прочно при председатель совете биттеров дискомнатного фонда как-то многовато для одного человека люди проучившие мне эти должности ни разу не жалуются на качество моей работы по их существу этих людей уже отправилась в тюрьму или на эшафот как вы стали она это я читал то что он женился на 13-летний барышня расскажите нам о зарубежных ученых просивших вас о помощи и денег кто они некоторые из них итальянские химики обладающие великим талантом на университет финансово вы поддерживаете итальянцы несмотря на то что они множество раз повоевали франц с францией мы вывали с абсолютно любым из наших соседей какое отношение это имеет к науке а раз не такие же ученые как вы создали огнестрельное оружие полностью изменившие искусство ведения войны моя работа никакого образа не связано с военным делом может можем ли мы вам верить на слово все они не сосредоточились на полосе на науке мне достало время заниматься другими делами но если точно чем-то одном то эффективно возрастает вам так не кажется благодарю вас за беспокойственного ежедневное расписание это моё дело отнюдь как чиновник представитель государства мы обязаны посвящать все время и силы работе на благо страны чего вы не делали обычному лиду приходится речь на одном на одной задачи но если я займу чем-то одним то умру со скуки вы обвиняйтесь во множестве афер и махинации включат на ковлю промокшим табаком какой абсурд я лично увещеваю всех моих поставщиков чтобы довериться в сухости табака среди моих бумаг вы найдете соответствующие отчеты вы могли подложить туда эти отчеты чтобы нас обмануть я веду образцовую документацию на не шел на сделки совестью совесть сборщика налогов а я благо она не помешала вам взымать под подать из голодающих крестьян я всегда действовал соответствии с налоговым кодексом франции но налоги были непосильными расскажите о деньгах украденных из государственной казны украденных на самое чего вы меня обвинять деньги украденные вами у франции используются для поддержки иностранных ученых почему мы не знаем но мы подождаем что это как-то связано с войной я филансировал зарубежные исследования это так но на собственные средства и к войне это не имел никакого отношения но вы действовали против интересов государства это равносильные изменения вы знаете что мы делаем с государственными изменниками позвольте заметить что достаточно одного мгновения чтобы отрубить мою голову но не сможешь но может не хватит 100 лет чтобы родилась еще одна такая же вы поддерживали работу лаборатории на счет за счет средств налога плательщиков да месье судья что именно вы открыли что полезное помимо всего прочего я объяснил феномен горения опровертеров логистона сконструировал калорийметр о чем он толкует эти открытия помогают простым гражданам наука не обязательно моментально помогает людям но однажды эти открытия будут сколько денег было потрачено ваше исследование я никогда не считал точную цифру я занимаюсь научной деятельностью уже многие годы публика что публика нейтрально а непонятно видишь значит зачем продавал значит да какими пытался вот так вот нет давай под суде так и что бланк вердикты что выбрать и вердикт мнение присяжный присяжный проголос за тюрьмой заключение что это канунг занято собственно если смертный лишение свободы оправдательный а эти у простой лют упадет смертный пересяжные проголосовали чё я могу сделать я кстати не знаю как они там голосуют и как нужно вообще действовать на самом деле но ладно свое преступление данного ази приговорится тюрьме увидите осужденного отверстие сушим мягко для от пятого врага республики хорошая работа открыто вопросов 7 репутации влияние плюс один влияние присяжных непонятно да репутация плюс один революционер так значит а что у нас там горит и иерархия а марат что за марат здесь все бреда газеты марат так хорошо да уходим а что мы все меня зовут жан-мари ролан это мое и тем имя вам должно быть известно в конце концов вы вытерли об него ноги во время суда над королем людовиком жажданином к 5 а не королем королем ледовиком августом де бурбоном герцном бейрийским вы швырялись обвинениями и спекуляциями теперь на меня спустили всех собак меня обвиняют коррупции измене а вы тем временем карабкать здесь по нашим спинам вверх под социальной иерархии коррумпированные политики знают на что идут да антону сошло с рук модель тоже пытался а вас поймали что же бывает вероятно меня лишь от должности я даже могу кончить на гелетии но ваша голова покатится вслед за мной будьте уверены станьте моим собратным по несчастью угрожать судье трибуна еще худшая идея чем поддерживать сверху свергнутого короля и заниматься коррупцией в конвенте я избавлюсь от вашего кандидата на пост главнокомандующая затем займусь вами мы с женой потратили мало усилий что прийти к тому что имеем я не собираюсь умирать от по прихоти какого-то нализавшегося червяка зовущего себя судьей теперь салона парижа объявят вам настоящий войну вы поплатить за все лицемерный ублюдок так но начинается какая-то заварушечка так что у нас в доме приходит дорогой соратника слышал неожиданно в визите министра волна должен признать что ролан известно обо мне кое-что чего он знать не должен могу с уверенностью предположить что он уже плетет против нас козни нам стоит начать делать то же самое против него француза анрио сыграй мне что-нибудь мне нужно поработать а как пожелаешь папа подожди мне нужно усилить вот его потому что он влияет на народ а эти пока мне мне короче все нормально с ним этому поэтому вот так вот так а теперь что а теперь новый день так денек папа что там опа писюк вражеские агенты будут драться с вашими агентами за территорию они могут когда в одной секции сейчас низком агенту сейчас для помнить что у диплом на малышан это у нас кто дипломат захватывает да пока так так заговор я могу сделать что за заговор заговор жан-мари ролан документы найдены в железном шкафу капета поставили ровно подозрение министр всей душой ненавидит трибунал его за открытое неуважение и насмешки он вам их не простит а его расчет лежать тем более это что такое а что такое ячейки выполняйте верные действия чтобы заполнить шкатулу прогресса если ваших успехов будет недостаточно вы проиграете если вы добьете больших успехов чем нужно то получите бонус а прогресса консервирование действий что немножко управлять ваших и будет на пригрессе я понял до сих пор что же набрал он стал опа я сейчас не знаю что я делаю но благодарю вас что пришли гражданин конта я мог отказать человек который расприезжает жизнью короля и мгновением руки если я не ошибаюсь наша встреча связана с министром раундом именно я бы хотел поговорить об инцидии железным шкафом о это ужас с министром мог бы лишиться головы хотя все обвинения были не более чем слухами а на что если бы слухи вдруг превратились в правду тогда все в миг пойдет наперекосяк а ёптвою налево у меня был мне нужен ролл так два раза попал насмешливо нельзя можно манипуляции напористость напористость делать мне нужна голова рома его дни так сочнил чтобы облегчить боль парижан и всей франции давайте ускорим его падение так урона полно грехов на засчитали их чтобы оправдать мое предательство ведь вы просите именно предать его если вы согласитесь свидетелем только что франца огромную услугу а франция этого никогда не забудет я никогда не забуду о хорош я хорош и теперь напористо дни министра рома на сочетании нам нужно только свидетели его преступления и вы граждане на бездна не заявить иначе вас обезглавлят вместе с роллоном я помогу вам и дам показания против него что ж увидим к чему это приведет надеюсь что моя голова останется со мной как вы и обещали успех филипп кота отлично отлично хорошо отлично мы в этом раунде вроде как вроде как ппп вроде как хорошо поиграли теперь что у нас распространение слуха успешение некоторые действия это потребует от нас выбора тактики решения в разные способы могут отличаться шансы на успех несколько фраз а бронинах уважаем жаком луи давидом должно хватить чтобы обрушить лавину судебный приз в объект несколько мыслов я давал диплопа дипломатии пойдем более у меня а сразу ожидания короче куда слушать такая на самом деле настольная игра была бы очень интересная да если может она и была настольная и сейчас не знаю из кто знает напишите ну в принципе интересно так то она такая интересная протежанская женская но может быть а вероятность процентов 100 плюс а я я я не видел сколько ну ладно ну и чего интриги могут посетить днями за некоторых я понял а подожди а я уже не могу выбрать и что у нас значит такс чки влияние минус один простой люд и да хорошо хорошо с день 9 очки влияния 4 революции но все минус и репутация тоже минус хорошо но это да так а это этот чувак который ко мне хорошо вас представить сегаштанин профессор уго торте до революции лектор сарбона совещего университета незакрытого что вас объяснить за что вы напали на пострадавшего леонарда помер уа мой был алексей крови циклопис если угодно так и на двуме я крыло более 15 лет а он головотяп что за человек который бестолковый бестолковый допускает ошибки своей некомпетентности как связано с дракой это пострадавший как вы его зовете игнорамус невежда вдобавку он вор он списал здесь десятки статей из моего словаря затем имел наглость отрицать ее деяния в присутствии свидетелей почему мы не обратились стражником я нанес им визит но они высказали лишь полнейшее пренебрежение это слово означает мы знаем что такое пренебрежение так ну ладно давай одна папка сделана и поздним вечером в темном переулке неподалеку от пантеона патруль национальной гвардии разнял двух дерущихся хорошо одетых мужчин дойдя ближе к нарушителям общественного спокойствия солдаты увидели что один из них постарше и с седой бородой стоял над поверженным противником пеналовый и и сердито кричал чтобы разнять скандалистов трем крепким солдатам пришлось пустить в ход приклада двух потрепанных и окравленных мужчин отвели в ближайшие участки где ответственный офицер определил по их дыханию что один из них не пил в тот вечер агрессоры немедля допросили но он лишнюю с какую-то колесицу лейтенант смог записать только два слова словарь и плагиаризм когда его просили повторить сказанное свидетельно бородой мужчина заявил что его ограбили ими избитого леонардо помируа он жив но он но еще куда времени сможет говорить о засломанной челюсти так ну погнали значится воровство воровство не подожди а я уже не могу его задать так исчерпал а а это было собака тварь можно я опять я можно я загружусь и но извиняюсь ребят потому что нового реально но один а у меня очень мало репутейшена и всего остального поэтому давайте мы будем мы короче но вы сами поняли чему будем делать так до закрываем начаться трезвость от событий воровство а блин мотив почему исчерпал то почему исчерпал собака тварь за чего нас эрера архи у нас а у нас анрио появился как так ладно подожди давай-ка еще разок почему я исчерпал у меня же на 4 очка влияния 4 очка влияния и 3 ошибки или нет или я что-то путаю берем 11 1 а просто этот что мотив это смягчающее обстоятельство почему а его типа бак роли якобы все я понял да я тупой да 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 ну извините шмыга ну шмыга такой шмыга так давай так открываем бог значит драка ход событий правильно воровство а так все вопросы открыты так что пострадавший украл у вас помимо полностью скопировалась раздел на букву с из моего словаря в свою писульку вы так уверенно просто гляньте на статью сатуре сплав медицинка и что я должна доказывать это фальшивка это что значит ложная вещь председущее называться истина не существовало никакого сатуре я его придумал чтобы узнать если кто-то вдруг бездумно скопирует мой словарь и тем самым вы не водите в загружение своих же читателей конечно же нет никто бы не стал искать статью поскольку я ее выдумал своем отчете следует упомянул что у вас обоих на одежде была кровь но в момент вашего ареста грешну померуа не пытался себя защитить это была драка что значит кулачный поединок между как минимум двумя людьми каждый из которых в равномерие нападающий жертва вы имеете ввиду что тоже пострадали разумеется мне но мне удалось ошибить с ног померуа эту ходячую ошибку судьбы раньше чем он смог сделать то же самое со мной то есть вы посчитали себя победителем в этой драке именно я потребовал его извинений а когда он отказался продолжили его бить он начал первым когда украл у меня вы оба ученые мужи 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 разве могут культурно люди себя так вести миссис судья вам законе поднятия преступления на почве страсти она означает совершить преступление под действием внезапно сильнейшего импульса побуждения в состоянии кроме волнения в этом состоянии человек чувствует неожиданную и непределимую неопределимую непреодолимую агрессию же а что же вызвало вас такую страсть плагиаризм акт против там до плагиат короче возможно не на вас первым накажем за вас совершенно вами нападение что же я согласен слыхали избил человека во всех на глазах и даже не отрицает вы принимали алкоголь в день нападения конечно же нет я редко пью то есть это не было пьяной дракой мы случайно встретились я потребовал чтобы помира выкупил полосу в газете опубликовала призывая в том что он сплагиатил мой толковый словарь судя по всему гражданом помира не согласился на это пойти конечно же нет он жалко личность революционные подпевала такие люди никогда не признают своих ошибок революционные подпевала я должна оскорбить революционеров не всех отнюдь только воров снести тон пожалуйста обвиняем если вы находите это выражение оскорбителем то мы уже знаем о ваших политических взглядах все что необходимо и чего что мне делать то я не понимаю рапорта да так вердикт присяжного замедленная обезглавим подсудимым если смертный приговор то революционеры в минус лишение свободы кстати вот не понимаю вот революционеров мне наоборот нужно двигать или нет справедливое решение да я все правильно открыл так все понятно репутация плюс один от хорошо так нам нужно значит на поле боя сейчас теперь вы 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 выйти посмотреть что-то вы приказали за пунктного агента все сделано вы должны сами видеть кое-что ага что я должен увидеть так опа хотите показать мне чё-то мертвое тело просто мертвое тело взгляните что у него на шее королевская лилия спрятана под одеждой и это еще не все во внутреннем кармане пальто мы нашли письмо приказ кто-то поручил ему организовать в этом районе поддержку для некого р неужели есть какой-то смельчак метящий на место людовика только знать достаточно влиятельно чтобы найти не преуспел но даже им не обойтись без помощи союзников в конвенте кто же такой этот эр может робеспьер послушайте если он в сговоре с аристократией то мы должны рассказать кому-то всем это может быть и министр ролл пока мы не будем полностью уверены мы лишь посеем панику в таком случае придется выследить других агентов этот нам уже ничего не расскажет да другого выхода у нас нет если этот эра попытается получить поддержку то мы должны сделать то же самое ради общего блага так и что же за р интересно так но два варианта да он уже сказал вечер выдался теплый поэтому вы решили пойти домой длинным путем возле кафе шантии вы стали свидетелем занимательности а новой пьяниц дерут за бутылку алкоголя ругаясь как заполнили один коротышка деться вмятую офицерскую форму кажется полковник 2 хоть и заметно выше ростом обычный протягу выслушиваетесь в их не связанные запутанные эпитеты чтобы вдруг понять что в бутылке осталось его несколько капель ну давай попробую налево вот можно я это я вот так и знал до сюда можно я а можно выйти а можно мне обратно я не хочу терять репутацию ну слышь да и грабс опа бунты блокируют агентов кроме великана и не дают вам получать у вас секции если их не подавить бунты сделать сексу нейтральной могут быстро исправить страница дальше а как их подавить а он заблокирован же точно подожди а дай мне в меню можно я опять можно перри перри это переиграть ну слушай но репутацию минус еще минус как бы я а уже все нельзя понял то я хорошо ну да а что заговори в заговоре это посмотрим что успех так успех второй день мы не можем медлить и давать врагу время перевести дух нужно воспользоваться слухами в ней чтобы заставить депутатов коммента выступить против министра на заседании я понял чего мы хотим достичь значит второе не напористо почему мы этого хотим видимо тоже смиренно надо или раскрыть у меня еще одну очку в принципе влеченно значит можно малью значит можно малью ну ты понял да франции стекать кровью а люди вроде ровно и позволяйте излечить раны напротив они только сильнее и ранее роман пиявка он также но также он министр избранным народом депутат напористо нельзя мы будем мы будем смиренно моя личная неприязнь к министру не изменит того факта что мы должны заменить этого коррумпированного роялиста кем-то более праведным собака тварь если депутаты увидят как вы выступаете против ровно быть может они перестанут подозревать что вы сами роялисты жироандисты и так теряют позиции я лучше дождусь их от тщательного падения неудача иди ты нахер то чем хотим достичь вообще все попал вообще гра гроза 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 я не буду читать ребят потому что ну побыстрее чтоб все прошло так и значится значится вот так вот со вторым короче оплошность произойдет на время от времени враги могут нарушить ваш план проведя контратак в этом случае ваш ответ должен быть быстрым и разумным ага он он сделал типа чтобы защититься от всевозможных а вот не пойду чтобы защититься возможного нападок со стороны канвентор он рассказал что франсуа анриан кандидата постам главнокомандующей национальной гвардии якобы жестоко обращаться со своими родными еще прицель подтвердить возможно ровно раздевает эти случаи чтобы подорвать депутации анрика кандидата 90 ах ты собака тварь ну ладно ну ладно так в принципе все ну да мы все мы теряем теряем репутацию это очень плохо одной стороны а с другой как бы и нормально париж должен быть счастлив что у него есть столь доблестный ярый защитник справились нам депутатам национального конвента стоит беспокоить за наши должности я уже рабиспер блин спрашивает маман маман плачет маман папан маман папан бруно юга 26 лет коннюхнул службы богатого и влиятельного аристократа жанна клоу джакмара по показаниям очевидцев во время ссоры он столкнул своего нанимателя следствия что привело к смерти последнего стоит заметить что свое происхождение невысокий интеллект бруно углы зависит среди места как деревенский дурачок свидетель рассказать что же он возвращался к конной прогулке довольно тема как бруно подготавливал к ней лошадь так хорошо ждать даже акмар подозвал бруно для того чтобы его отчитать и начал скрыть и колотить парни когда-то защищаясь от толкнул нанимателя в результате гражданин джакмар безумен своего подножия лезть со свернутой шеи инцидент произошел прямо перед другими работниками бруно юга в ужасе убежал в конюшни где его позже и нашли бледным я не понимаю и чего смысле да ладно все вопросы я открыл прикольно так хорошо однако что мы на что 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 его действие несли контрреволюционно из-за чего предложил безупрежденность сложно ползать с этого поднимать безупрежденности мое мнение понятно ну здорово дело очень простое по своему виному в убийстве и единственной проблемой является чувствующие ему люди гражданин как вас зовут оброна юга я брюно юга вы работали на граждане на жанна клада джакмара да я работал несколько лет сколько-то лет вы признаете в убийстве да или нет но я вы знаете как местные вас называют и бруно не знает не знает деревенским дурачком что вы на это скажете бруно это имя не нравится нет вас так часто так называют а мне она не нравится и все тут у меня есть уже есть ими которые баночка дала мне она мне дала имя да и за это вопрос зачем вы столкнули граждане джакмара с лестницы господин кричал на меня а я не люблю когда он кричит не люблю я этого будучи конюхом вы были ответственны за подготовку лошадей для жертвы да я расчесывал их кормил их лошадки ездят много травы еще я их расчесывал седло было плохо закреплено штанин и нет такого не может быть я затянул ремни нельзя тянуть слишком сильно то лучше будет себя на живот и будет болеть вложите хорошие лучше люди они вы хотели чтобы ваш господин упал с коня вы сами ослабили ремни чтобы отстануть своему нанимателю да я никогда я я я нашего господина любил я бы ему не навредил любил любил на время вы остановитесь что убили человека вы понимаете меня я знаю я только махнул рукой потому что он так на меня кричал то громко вы осознавали быть что тем самым могли причинить ему вред нет нет не думаю не мог вы махнули так сильно что сбили его с ног я я я очень испугался да я я я не помню я глаза зажмурил сиро когда размужил уже там был лежал внизу внизу лестнице вы признаете вину я я я не знаю что я сделал неправильно я не понимаете люди хотели чтобы я сюда пришел вот я и пришла я никому не хотел вредить не хотел не хотел вам грозит смертная казнь за убийство вы это понимаете я просто хочу называть к лошадям я не а не знаю если они сегодня или нет если лучше долго не идет господин был не рад если лошадей не кормить а вы больше волнуйтесь о конях чем о своем господине господин мертвый что теперь могу поделать а лошади живые они живые что там у нас подожди аристократы у нас появились революционерские простую лютость прошу вызвать калина бафа калина бафа ты кто мазафака пожалуйста представьте назовите свою должность я зовут колен бафа а мажор дом хозяйств семей даже акваре собственно глазами видно что произошло я пожалуйста расскажите что произошло между гражданами юга и ходим на трагический день гражданин джакмар залился на брун за то что он не затянул седло из-за этого могло случиться несчастье и как отреагал на это господин он начал кричать на бруту устроенному взбучку тряс его в ответ брун оттолкнул гражданин джакмара и господин упал средства которые они оба стояли как с вами обращался гражданин джакмар хорошо обращался никогда не кричал а иногда рычал точнее но он кормил меня и коня был добрым добрым а часто он кричал иногда кричал иногда не кричал из-за этого решили его убить так ну собственно ой простите пожалуйста ребят расчехался четко но потому что о чем не делать я хотя бы в плюсе чуть-чуть в плюс или его революционер вы слишком размякли он объял вас вокруг пальца вас вообще смысле так вы сами вы сами чё вы чё вы врёте то вы сами ответили присяжные сами сказали то алё а столик минус 8 ну а года что у нас когда в иерархии появился на нет появился что я не заметил так и чё все в минус ушли прикольно это кто у нас революционер ну давай чё так мало алё ты убираешь минус 10 а прибавляешь плюс 2 тут вообще ничего не прибавил капец что за подожди а я что могу сюда переходить а могу ли так можем до пройти поэтому она заговора 521 а почему 21 а про его контратак что ли прошла успех но такое голову 7 на самом деле является молроу начали направлять за кулис пара 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 выберите решение 70 процентов мало ну ладно а карта это вся карта или нет ладно погнали а на дипломатии наверно надо было решать это не силы ну ладно я ну да тупанул 70 процентов но в принципе 70 так 11 день ты кто у нас влияние 6 ничего себе у меня репутация плюс 3 подожди я может быть там уже крутой чувак ой не сюда зашел выйди ой не сюда зашел выйди извиняюсь тем это секция одна влияние 3 египте сари какой класс 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 репутация минус 14 ладно ребят оставлю этот день потом на потом если понравилась серия по данной игре и вообще видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был уж и это была игра за револьсион всем